Сейчас я собираюсь начать делать скважину своими руками с помощью обычного садового бура. Обычно люди покупают такой бур для того, чтобы выкапывать ямки для столбиков, чтобы строить забор. Я же купил его в обычном садовом магазине по цене менее 500 рублей для того, чтобы сделать скважину. Если глубина менее 10 метров, то можно самому в одиночку выкопать скважину, потому что данный бур очень легкий. Даже нарощенный он будет не тяжелый, то есть можно самому вытаскивать землю и спокойненько копать. В начале, когда я начал бурить скважину, был верхний плодородный плой земли, который очень легко копать. Он мягкий, рыхлый, но минус в том, что он усыпается, поэтому его надо убирать подальше от скважины, чтобы он туда не падал. Плодородный слой у меня небольшой, всего лишь 30 сантиметров, а далее уже пошла глина. И когда я пробурил метр, у меня пошла вода. Так как я живу на болоте, поэтому верхний водоносный слой находится очень высоко. И получается, чтобы был объем воды, нужно копать глубже, глубже, глубже. Цель данной скважины то же самое, как и колодец. Только единственное, колодец он пошире, поэтому и глубина поменьше. А скважину надо делать больше, и тогда получится, что за счет вот этого объема у нас будет вода. Конечно же, если все-таки получится добурить до песка, то это будет вообще идеальный вариант. Но не у всех получается, и не в каждой местности можно дойти до второго водоносного. Поэтому в большинстве, например, у нас, в нашей местности, люди делают скважину на верхнем водоносном слое. Сделано таким образом, о котором я сейчас говорю. Вода тоже может отличаться от местности. Где-то она будет болотистая, как у меня, например. А где-то с привкусом, небольшим таким болотом. И больше идет как техническая вода для таких обычных нужд. То есть не для питья. Где-то в другой местности, например, эта вода будет, наоборот, очень хорошая, качественная, вкусная. Мягенькая, да. Приятно пить. Поэтому может подойти и для того, чтобы пить ее, да. И что-то из нее варить и так далее. Для домашних, как говорится, для питья. Так вот, далее, когда я бурил, следующее, когда я уже до глубины двух метров дошел, тогда уже начали попадаться кусочки голубой глины. И где-то примерно двух с половиной метров пошла чисто голубая глина. Я добурил до четырех метров, мне даже до трех с половиной метров я добурил. Ну и на этом остановился, потому что уже руки начали прилипать к металлу. Потому что уже минусовая температура началась. Минус шесть было, представьте. Поэтому руки стали прилипать к металлу, и мне пришлось остановить бурение. Несмотря на то, что я бурил очень мало по времени, но время было уже такое осеннее, да, уже были заморозки. То есть поздно начал бурить. Из-за этого пришлось остановить бурение хважин. Сейчас уже на улице минус шесть. Уже темнее стало вечером. Я поздно вечером просто стал бурить. Вот, холоднее. Тяжело то, что прилипают... Пальцы прилипают мокрые к буру. То есть берешь, прилипает вот в этом сложность. Когда было минус два, еще нормально было. А вот уже сильнее стало. Минус шесть уже сложно заниматься бурением. Поэтому на сегодня закончу. Пока сейчас, завтра продолжу. Пробурил я вот этим вечером. Сколько я потратил, наверное, на это? Два часа, наверное. Так, сейчас скажу. Может, на ночь. Так, пробурил я где-то два сантиметра. Два с половиной. Вот. Сядь. сейчас на глубине два с половиной метра уже заметно глина начале было белое сейчас вроде бы пошла или может быть и сразу это было не белая глина больше такую найти голубую похоже посмотрите какая глина теперь уже больше и вместе с красной уже вот такая вот голубая глина сейчас скорее всего все больше больше будет попадаться голубой глины так раньше я думал что это белое то нам тоже голубая скорее все тоже была голубая глина так что вот где-то начиная с двух метров попадались куски глины такой голубой я поначалу думал это белая оказалась вот голубая и все больше и больше ее начинает попадаться сейчас сейчас скоро она пойдет полностью 1 красный не будет но это у меня так у вас может быть совсем по-другому поэтому всегда надо записывать слои записывать на какой глубине находится какая глина песок известняк или если кто-то докопается до гранита естественно таким буром не докопаешься этот бур только для верховодки и обесинки максимум если вы хотите артезианскую туда же не мечтайте он гранит не пробурит но кстати хочу сказать что известняк может потому что я известняк пробуривала у меня известняк я на даче делал когда скважина тоже таким вот буром в саду вот там он у меня известняк хорошо брал ну как хорошо горем пополам хорошо ну брал сколько все запихивали, что мы делали ее туда все, давай пошла легла? хорошо все, пошли, заграем так здесь уже принес щебень чтобы засыпать на дно так уже трубу вставил улитка уже прилипла надо же уже улитка успела прилипнуть вот так вот так вот, смотрите то есть какая как высоко грунтовый, это верхний слой воды находится тут полметра всего можно рукой достать с одной стороны это может быть плюсом, но другое и минусом плюсом в том, что объем воды будет больше а минус в том, что я не смогу делать то есть получается не смогу ниже делать глубже заказа закапывать трубы я же не буду воду закапывать, да? правильно? ну, как утеплять-то? только по верху единственный вариант так, вот я в общем закончил сделать скважину закидал туда камни на дно здесь вокруг трубы я ее закрыл глиной землей закопал для того, чтобы никакие насекомые землероки мыши кроты и так далее туда не провалились саму скважину как видите я поднял на высоту 10 сантиметров опять же с этой же целью и потом я ее закрою крышкой сделаю там отверстие специально для шланга для крепления и закрою это для того, чтобы никто туда не провалился но сейчас на данный момент если оставить открытый все-таки слизни могут залазить туда поэтому тоже проблема такая надо хорошо закрывать надеюсь кот туда не провалится Кося сюда нельзя так, теперь хочу показать на какую глубиню выходит вода у меня болото поэтому у меня выше вода может у вас может быть пониже получается всего лишь 30 сантиметров от земли если брать или 40 сантиметров до вверх трубы 30 сантиметров над землей у меня находится водоносный слой да, то есть вода поднялась поверхного водоносного слоя так что вот такие дела теперь мне надо будет сделать крепление сейчас на первое время я думаю что просто обычную возьму досточку привязал на веревочке опускаем на глубину 3 метра как написано в инструкции вот она инструкция для обычного вибрационного насоса скважина 4 метра опускается на глубину 3 метра сам насос так я опускаю в общем я специально разметка сделала так чтобы на глубину 3 метра она опустилась сейчас опущу подсоединим все и далее посмотрим включу посмотрим что будет так как на улице сейчас минусовая температура шланг он схватился может поломаться поэтому чтобы не его одеть такой есть вариант или просто кибеток опускаем он размягчается и тогда одеваем или же просто берем если есть строительный фен прогреваем прогреем чтобы выпрямить и чтобы здесь вот одеть потому что так он не оденется так здесь вот у меня уже есть хомут сейчас посмотрим налазит да все хорошо все налазит так идем сюда чтобы не мешался пока вот видите не получается надо нагреть видите как легко заходит ну вот легко оделся теперь так раз и на хомутик его отверточкой прикручиваем ну все скважина летняя готова я засунул сюда вибрационный насос так идет кабель с ним туда когда заходит так же сама труба ну и конечно же на чем крепится на тросике теперь остается проверить сейчас я вставлю и посмотрим сейчас посоединю смотрите смотрите видите все нормально работает все хорошо сейчас покажу как там вибрирует вот она дольется здесь у нас вибрирует ширина трубы должна быть более 110 иначе будет разбивать трубу сильно поэтому ну как бы такой вот вариант у меня 160 думаю нормально будет ну вот можно спокойненько набирать водичку обычно первую воду выливаем потому что она застоявшаяся а потом уже следующая будет более-менее нормальная если у вас не болото то у вас если водичка может быть очень хорошей ну если болото то весной и осенью проблемы будут да там запахи я совсем так ну вот и уже сколько ее стало меньше как видно за короткое время выкачалось где-то я сейчас мерил до полтора метра метр шестьдесят воды набралось и сейчас хочу посмотреть сколько просто как она будет подниматься прошло пять минут вода поднялась поднялась на сорок сантиметров у меня труба 160 получается за пять минут сорок сантиметров ну вот такое наполнение скорость наполнения сделал я вот такую временную конструкцию шланг изогнул чтобы сразу можно было набирать в бочку или флягу ведра пока временно временно это так здесь вот буду ставлю в сеть чтобы работал чтобы недалеко бегать поближе сюда а в следующем году весной чем подумаю может усовершенство сделала получше чтобы было еще более удобно ну сейчас пока вот так вот ладно сейчас хочу проверить кстати заполняется она примерно полчаса чуть больше полчаса но меньше часа до самого верха так что примерно где-то надо около часа ждать мы истратили воду подождали немного она потом опять заполнилась до верху ладно включаю ну и там далее далее там посмотрю на какое время она берется и сколько наберется вот будет фляга эта бочка или или будет меньше не знаю сейчас посмотрим вода сейчас пока вонючая идет вот это вот которая стоячая вот это громче стал извините пока еще нет пока еще нормально он должен прекратиться прекратиться должна лить внешним забором конечно можно больше воды набрать но лучше с верхним это уж точно не засосет никуда и вода почище будет муть не будет муть не будет сейчас вот она такая не совсем хорошая мутноватная но это вот стоячая вода уберем ее потом уже более-менее нормальная будет получ следующая пойдет ну и все уже на литров 30 есть бочка как видите 50 литров самому просто интересно сейчас это уберу воду ну и вылью ее отсюда пусть здесь хорошая потом набирается пока мутноватая потом должна получше быть все зависит от того какая у вас вода если болото то будет вот такая как у меня если все-таки не болото то будет получше иногда можно попасть на соленую воду такая проблема может быть соленой воды поэтому да вот конечно если соленая тогда уже ничего не получится но большинстве мест обычно верхний слой хороший редко бывает соленую скважину соленую жилу мы можем попасть хотя бывает так что например в Новосибирске есть так что и в Омске в Омской области есть например рядом соленая до жила воды и тут же недалеко буквально несколько метров нормальная пресная ну вот смотрите 50 литров набралось бочка решил еще вылил ту бочку решил еще налить проверить вот представьте уже вторая наполняется уже сейчас будет 100 литров и еще пока льется вода я тут же вылил сразу же тут же поставил ее то есть никакого промежутка не было сразу же так что интересно воду я выливал совсем в другое место подальше чтобы точно знать чтобы не так как сейчас до этого поэтому вот интересный вариант смотрите уже 100 литров еще льется вот 100 литров еще есть интересно там видно уже конечно на дне где-то там так что может более 100 литров у меня получается вместимость которую можно использовать за один раз я измерил оказалось 260 даже еще чуть-чуть остается ну вот ну примерно 100 литров чуть-чуть больше может выходит с такой скважиной если сделать глубиной 4 метра и 3 метра от земли вешать насос вибрационный ну или может быть этот насос сам все равно не важно то есть если 3 метра на глубине 3 метров и данной скважины получаем 100 литров чуть-чуть больше 100 принцип данной скважины так же как и у колодца получается чем больше объем а здесь чем больше глубина тем воды будет больше у нас делают такие скважины по 5-6 метров ну и людям вполне хватает единственное что говорят где-то в конце зимы объем воды меньше становится и там уже как бы поменьше воды а вот остальное время ну вот так вот хватает людям такой глубины я показал вам один из вариантов как сделать скважину используя обычный садовый бур есть 3 таких разных варианта самый популярный если брать это вот такой который на верхнем водоносном слое принцип тот же самый как и у колодца сбор верхней воды наполнение конечно же не такое быстрое как у других скважин у которых больше объем воды и который глубже но там еще докопать надо а есть также скважина используется где гидробурение там как раз поглубже идет куда как глубже глубина там делают на песок но такой скважиной можно докопать в некоторых местах но только в некоторых опять же не во всех на песок ну надо помучиться будет и одному не одному не получится сделать надо вдвоем чтобы вытаскивать самое тяжелое здесь это вытаскивать ну вот так что снял данное видео все таки наконец-то спасибо вам за комментарии за то что делитесь мыслями может у вас тоже есть определенный опыт чтобы сделать какую-то скважину потому что есть несколько технологий я воспользовался технология которые на верхнем водоносном слове сделанные обычным садовым буром я показал вам один из таких вариантов которые как я заметил очень мало кто о нем говорит надеюсь вам пригодится может быть кому-то подойдет и такая скважина так что спасибо вам за комментарии за то что делитесь моим видео с друзьями ну и вам желаю конечно всего самого хорошего до скорой встречи